Поехали! Как бы ни складывался турнирный путь и спартаковцев, и армейцев, наверное, для обеих команд есть период до и после сегодняшнего матча. Есть только миг между прошлым и будущим. И именно он называется дерби российского масштаба. Наверное, так. Очная встреча в верхах за 6 очков и стратегическую инициативу. Плюс, конечно, психологический аспект. Наверное, можно сказать и так. Сегодня регулярная армия с чемпионским оружием против повстанцев, желающих сверхнуть действующую власть в чемпионате. Мы не рабы без выигрышной серии. Рабы не мы. Верно, Спартак. А кто мы? Помните вот эту знаменитую фразу на майке Дмитрия Сычева под красно-белой еще тогда футболкой? И какой там был ответ? Ну что ж, сегодня вице-чемпионом страны предстоит ответить в первую очередь самим себе. Кто мы? По-прежнему только претенденты на золото или уже готовая воцариться на троне дружина? Ну а ЦСКА желает оставаться хранителем ключей от замка той самой традиции, столь приятной для всех болельщиков красно-синих. 11 матчей в чемпионатах России без поражения от Спартака с 2001 года. Больше 6 лет. Плюс 2 победы уже в нынешнем сезоне в финале Кубка Первого канала и в поединке за Супер Кубок. Ну и вот вы только что видели положение команд в турнирной таблице. Дождь! Дождь! Сегодня судейская бригада Игорь Захаров из Москвы. Помогают ему Михаил Новокшонов и Евгений Турбин. Александр Колобаев резервный судья и делегат матча Александр Савкин, представляющий Балашеву. На ваших экранах футболисты ЦСКА. Ну и сегодня безусловно дуэль. Тренерский армеец с динамовскими корнями Валерий Газаев против спартаковца с корнями армейскими Федотова. Ну и теперь, наверное, о составах команд. Итак, начинаем со Спартака. В воротах 22-й Степе Плетикоса, 49-й Роман Шишкин, 13-й Мартин Ираник, 15-й Родослав Ковач, 36-й Федор Кудряшов, 34-й Ренат Сабитов, 5-й Сантос Моцар, 23-й Владимир Быстров, 7-й Денис Бояринцев, 9-й капитан команды Егор Титов и 10-й Роман Павлюченко, главный тренер футбольного клуба «Спартак» Владимир Григорьевич Федотов. Вот он крупным планом на ваших экранах. В состав армейцев Вениамин Мандрыкин, под первым номером второй Дэвида Шемберс, 4-й капитан команды Сергей Игнашевич, 6-й Алексей Березуцкий, 22-й Евгений Алдонин, 25-й Элвер Рахимич, 17-й Милош Красич, 5-й Рамон, 18-й Юрий Жирков, 9-й Вагнер Лав и 10-й Жо. Валерий Георгиевич Газаев, главный тренер армейцев. Ну и давайте, наверное, быстро по составам, тем, которые мы увидели, пробежимся. Чего нам ждать от сегодняшнего поединка, начало которому только что положил Игорь Захаров. Итак, СССР в минувшем туре в Ростове, минус 2 очка и минус 2 игрока. Василий Березуцкий и Игорь Кенфеев. Первый был удален, второй получил тяжелейшую травму об Игоре Кенфееве отдельно, наверное, поговорим по ходу этого матча. Есть здесь что сказать. Бывают и пенальти. Ну, в общем, будем смотреть. Спартак атакует правым флангом Быстров с мячом. Входит в штрафную площадь, Жирков против него. Обыграл Быстров двух соперников. И Березуцкий показалось, что фалил, но Захаров сразу же таким решительным жестом показал, что Быстрову нужно подниматься. И не было здесь нарушения правил. Считает арбитр, что в мяч было сыграно. И более того, мяч от ноги именно Быстрову покинул пределы единого грамма цемента. И ничего стоит уже сколько тысячелетий. Так что и армейцы сегодня вполне возможно здесь не будут испытывать никаких проблем. Вагнер первая попытка прорваться к воротам скипи Плитикосы. Заканчивается эгоистами. Но вот в отношении Жои Вагнера такого сказать нельзя. Как только кто-то из них оказывается в более удобной позиции, тут же следует передача. Прорыв по правому флангу Красича. И нарушение правил. Очень опасный штрафной. Красич, конечно же, требует желтую карточку за срыв атаки. Но вот Игорь Захаров пока ограничивается устным предупреждением. Кудряшов, да, сфалил, сфалил на Красича. Ну и, наверное, после этой атаки уже можно по расстановке команд будет сказать. Судя по всему, без грандиозных сюрпризов. Пошлись оба тренера. Конечно, и Федотов, и Газаев прекрасно знают манеру действий друг друга. Прекрасно знают сильные и слабые стороны и своих игроков, и игроков соперника тоже. Какие друг другу они могут предъявить козыри. Ну вот, будем смотреть. Штрафной. Очень и очень опасный. Пять армейцев у ворот. Спартаковцев. Навес опасный. И хорошо здесь борьбу на втором этаже. Жирков будет сбрасывать мяч из-за боковой линии. Пришел сюда помочь ему Рамон. И не сумел мяч в поле сохранить. Теперь уже аут в пользу Спартака. Рамон бежит назад. И в центральном круге только Роман Павлюченко. Рядом с ним Дэвида Шемберс. И страхует его Сергей Игнашевич. Краси чудары, сдали. Да, но это то, о чем мы говорили. И одни, и другие сегодня, безусловно, я думаю, получили установку. По возможности бить. Вы на канале Футбол Сан. Получики ЦСКА, конечно, будут поддерживать Мандрыкина. И будут отдавать должность. Желать скорейшего выздоровления Игорю Акинфееву. Мы, безусловно, все присоединяемся к этим словам. Игорь, выздоравливай, поправляйся. Ну, здесь, наверное, даже стоит вести речь не о том, что травмирован игрок национальной сборной. Главный голкипер, голкипер ЦСКА. О том, что серьезную травму получил очень приятный молодой человек. Так, тем временем атака ЦСКА очень опасная. По правому флангу удар. В дальний угол, гол! Ну, вот, заговорили мы об Акинфееве. А Милош Красич срывает себя в футболку, бросает ее на газон. Может и желтую за это получить. Но о каких карточках сейчас может идти речь, когда армейцам удается своеобразный близклик. Открывается счет. В дебюте встречи сказали мы о том, что стартовый отрезок этого матча позади. И вот его подытожил гол Милоша Красича. Красича, который сделал все великолепно. И даже дядя Стипе Великан. Высокого роста, да, ну желтая, понятно, ее получает Милош Красич. Вратарь, который великолепно себя зарекомендовал в матчах чемпионата России в нынешнем сезоне. Даже Стипе Плетикоса ничего не сумел в этом моменте противопоставить великолепному удару Милоша Красича. Красича, который прорвался по правому флангу, казалось, должен входить в штрафную, затормозил. Вот вы видите, обыграл Федора Кудряшова. И в дальний угол великолепный мяч закрутил отчаянный прыжок-полет Стипе Плетикосы. Оказался безрезультатным. И 1-0. 1-0 повел ЦСКА. Милош Красич, соло. Соло армейского ховбека. Вот такая красичная палитра на первых минутах этого матча. Палитра Милоша. Число пропущенных мячей всего по 4. Но армейцы, самая результативная команда нынешнего первенства, было 14 забитых мячей. Вот теперь уже на 1 побольше. И смотрим еще раз повтор. Великолепный удар удался Милошу Красичу. Вне всяких сомнений заслуживает ни одного, ни двух и ни трех повторов. Да, но здесь мяч еще очень ловко Жоу вернулся. Мячник в голову летел, успел Жоу наклониться. И мяч из-за голов, там и тел игроков вылетел. Но Плетикоса в момента удара показывает, что можно продолжать игру. Красич на волне собственного успеха. Еще одна попытка прорваться. И навес очень хороший. Жоу такое впечатление пропускал. Там мяч кому-то, видимо, рассчитывал на то, что Жирков успеет к этой передаче. Жирков успел вот только теперь. Прострел. И на подборе кто первый? Отчаянно стелится в подкате здесь Моцарт. Да, армейцы. И лежит, лежит кто-то из игроков ЦСКА в штрафной. Это Алдонин. И я думаю, сейчас арбитр остановит встречу, если понадобится медицинская помощь. Алдонин показывает, что прямыми ногами в него прыгал соперник. И поэтому должно быть предупреждение. Об этом же, видимо, не говорит, а, так скажем, эмоционирует. Валерий Газаев. Да, ну вот что здесь. Алдонин пытался пробить. Да, было движение вперед прямыми ногами Моцарта. Но вот такой спорный довольно момент. Мяч ли Моцарт сыграл. Жирков тем временем подает угловой. И Жо в очередной раз на какие-то считанные сантиметры с мячом разминулся. Но в предыдущем эпизоде еще раз рискну предположить, что мяч на Жиркова он пропускал. Юрий к этому мячу не успел. Но, правда, затем атаку продолжил, которая и до сих пор не завершена. Вагнер борется с двумя соперниками. Показывает, что там мяч в руку попал. Но и здесь свисток Захарова молчит. Вот так на первых минутах этого, даже, так скажем, в первой половине первого тайма. Поскользнулся, поскользнулся здесь и раник. И мяч непроизвольно в руку попал. Но здесь, наверное, стоит пребывать исходить именно от Романа Павлюченко. Задумчив Владимир Федотов. Но есть о чем задуматься. Как ни крути, как ни верти, какие не выбирай варианты. ЦСКА пока на данную минуту продолжает оставаться камнем преткновения для спартаковцев. Но еще играть и играть в этом поединке. Сколько уже матчей мы с вами видели в последние годы, когда сценарий одного отдельно взятого поединка менялся то в одну, то в другую сторону мгновенно. Быстров против Березуцкого. И угловой. Угловой зарабатывает Владимир Быстров. Достается ему в очередной раз здесь по ногам. Напомним, что и у Быстрова была травма, и совсем недавно он ее залечил. Ну, вроде бы, прихрабывает Быстров. Но возвращается на поле. Да, да, зацепил. Зацепил здесь Березуцкий. Но только поскольку... И пысуемся на футбол Сан. И навес. Ну, и вот, пожалуй, первый. Опасный, что ли, полумомент, когда... Сахарова, простите, и будут они там вести уже диалог о том, как нужно судить. Газаев совершенно отчетливо и явно недоволен тремя подряд судейскими решениями. А тем временем атака ЦСКА. Красич пытался Вагнер в падении пробить и завершение атаки в исполнении Юрия Жиркова. Исполнение, правда, подвело на этот раз. Да, пока Жирков справа выглядит... Никакого развития атаки не наблюдалось. Вот, может быть, сейчас и... Хорошую передачу задумывал сейчас Роман Шишкин. Там открывался Павлюченко, но слишком сильная вышла передача. И Бояринцев только там у боковой линии сумел мяч достать. Идет сам навес. Хороший навес. И... Сантиметров сейчас не хватило Роману Павлюченко, чтобы этот мяч достать и переправить его. Химича выигрывает мяч Павлюченко. Идет сам. Хорошая передача. И опасный момент. Ворот, СССР. Удар! Пытался Бояринцев исполнить примерно то же самое, что сделал Карасич, когда забивал мячными конкурентами. Выиграв последние несколько встреч с великим преимуществом. Так, смотрим эту атаку. И не успевают сейчас к мячу ни Жо, ни Вагнер. Точнее, успеть-то успели, но по мячу не попали. Тут же ответ армейцев на выпад спартаковцев. И отметим великолепную передачу с левого фланга Юрия Жиркова. Посмотрите, классно все сделано. И не было положения вне игры. Руку поднимал Федор Кудряшов. Апеллирую к арбитру, считая, что в момент удара было. Там в линии атаки и нужно, нужно бежать вперед. Нужно наращивать темп. Еще одна опасная атака спартаковцев. Титов пытался там финтами запутать двух армейцев. Это Игнашевич и Шемберос были, но в итоге только аут. Ну вот последние несколько минут начинать. И Быстров набирает ход. Передачу Титов на Быстров. И Быстров, ну здесь нарушение правил. Нарушение правил. Не согласен Шемберос с этим, но мне показалось, что в мяч Шемберос сыграть не успел. Ну и что, не будет желтой карточки снова. Да, ну понятно, что такую стратегию избрал на матч Игорь Захаров. Ну, безусловно, нарушение правил. Не наградил он за фол против Красича в начале первого тайма. Помните, когда Кудряшов фолил спартаковского защитника? Ну и адекватно, адекватно сделал то же самое сейчас. Раз уж не дает, не выносит предупреждение за такие фолы пока Захаров, то распространяется это на обе команды. Ну, а Спартак заработал право на очень опасный штрафной. Моцарт у мяча сосредоточен. Мини-стенка из Жиркова с Рамоном. И что будет делать сейчас? Да, Павлюченко продолжает заводить своих партнеров. Показывает, что быстрее, побыстрее нужно все делать. И сам очень активно борется в штрафной. Опасный навес на дальнюю штангу сейчас был. И Мандрюкин срывает порцию аплодисментов сейчас. Может быть, не совсем уверенно вошел он в игру в Ростове. Были какие-то моменты, когда выглядел Мандрюкин, ну, если не растерян, то еще не совсем втянувшимся в игровой тонус. Вот сейчас, пока по первому тайму этого матча, никаких проблем у Мандрюкина не возникает. И сейчас действовал он как надо. Моцарт попытка дальнего удара. Неудачная. Мяч скидку ножой сделать, либо самому мгновенно развернуться. Но вот к такой игре бразильских форвардов, похоже, сегодня оборона Спартака готова. Не дает Ковач, не дают Ковач и Раник возможности Жо и Вагнеру разворачиваться там близи собственных ворот. Павлюченко получает, так, две желтых карточки подряд. Павлюченко и Титову. Ну вот говорили мы о том, что Захаров по первым минутам матча ограничивался устными внушениями. Ну вот дошло дело не до предупреждения. Причем Павлюченко за фол, а Титову, несмотря на то, что он капитан и имеет право от лица команды вести беседы с главным арбитром встречи. Видимо, форма выражения. Он, Красич на правой фланге, совершенно один. Сейчас Алдонин. Ошибка Алдонина. И если бы на секунду раньше стартовал Егор Титов, вполне возможно, что получилось бы у него передача на набиравшего ход Романа Павлюченко. А так все благополучно для ворот армейцев закончилось. Вы на канале Футбол Сан. Вот так в самом конце первой половины встречи. Нет, это не свисток об окончании первого тайма. Спартакцы еще выполнят стандарт, успеют. Хотя закончилась уже минута добавленного времени и все. Отправляются в раздевалки обе команды. Я думаю, нас ждет не менее интересный второй тайм этой встречи. На ваших экранах автора единственного пока забитого мяча. Милош Красич. Ну и, я думаю, все ожидавшихся авансов от Владимира Федотова и ожидавшейся от себя самого игры не продемонстрировал, насколько хорош был Бояринцев в ряде последних матчей. Да, так и есть. Бояринцев меняет Торбинский. Но вот сегодня не получилось у Дениса как следует игра. Активных действий на левом фланге спартаковской атаки мы увидели минимум. Да. Так вот, назвал я запасных ЦСКА. У армейцев без замен. Ну вот, что касается запасных, то и Гусев, и Огия вчера провели по тайму за дубль. И то же самое касается и Бурмистрова, и Горелок от Бурмистрова. И аут. Аут в пользу ЦСКА. Вот, пожалуйста, так красочно выглядит трибуна болельщика Спартака. Но не менее красочно выглядит и группа поддержки армейского клуба. На Торбинского. Против Торбинского Алдонин. Кудряшов. И навес на дальний угол. Штрафной удар! Удар Павлюченко. Ну вот Павлюченко выиграл верховую борьбу у своего опекуна. И пробил поворотом. Но файл мяч отобрали. Нет, положение вне игры. Вагнер устремляется к мячу. Ираник против него. Вагнер входит в штрафной. Будет обыгрывать центр. Ираник здорово ставит корпус. Удар Жо не получается. Получает мяч на фланге. Смещается уже несколько раз подряд в центр. И дальше ищет передачи кого-то из партнеров. Пытаясь выложить мяч точно на ход. То, что он умеет делать. Жо показывает, что сначала его держали. А потом он правила нарушал Спартак. Тем временем атакует. Удар в дальний угол бил Титов. Вот, кстати, любопытный факт. С 2003 зато и любит в том числе Валерия Газаева. За его эмоциональность. За его умение завести команду. И за те силы, которые он вкладывает в каждый поединок. А вот здесь нарушение правил уже бесспорное. И еще одна желтая карточка. Показанная футболистом Спартака Титова. Нужно сейчас выбирать выражение. При разговорах с орбитом. Потому что уже один горчичник за пререкание судьям получил. Ну, а Рамону не в первый раз достается. Захаров идет к Рамону. Встать суд идет. Но вот Рамон пока... Идет сам. Торбинский. Бросается ему в ноги Красича. Нарушение правил теперь уже со стороны Красича. Красич считает, что он сыграл мяч и по ногам. Торбинскому не попал. Захаров фиксирует нарушение правил, но желтую при этом не дает. Ну, вот любопытный эпизод, да? Давайте посмотрим. То, что нарушение было бесспорно. Ну, вот без желтой карточки. Хотя секундами раньше за прыжок двумя ногами в игрока был награжден горчичником тот же Торбинский. Вот за примерно похожий фол против него... А, понятно. Ну, тут может быть еще и такой момент, что Захаров прекрасно помнит, что у Красича есть желтая карточка. Я думаю, что болельщики Спартака сейчас гневно махнут рукой. Ну, и что, если было нарушение? И арбитр его сфиксировал. За такой фол нужно показывать предупреждение. Ну, вот, видимо, пожалел в этом эпизоде Захаров, сербского полузащитника. Спартак заработал справа на штрафной опасный навес. Да, вот в этом эпизоде Мандрекен не лучшим образом сыграл. И, подключившийся к атаке Сабитов, имел возможность на дальний штанг. Наверное, в какой-то степени армейцы сами отдали инициативу сопернику в расчете на быстрой реактивной контратаке. Пока удается сдерживать вот этот пресс, атакующий спартаковский армейцам. Ну, без, наверное, видимых усилий. Хотя все тревожнее и тревожнее становится у ворот СССР. И вот какой момент! Да, вот подтверждение того, что все тревожнее становится. Торбинский хватался. По усилиям недостаточно для того, чтобы как минимум счет сравнять. Ну, и отметим, отметим Торбинского, который... Ой-ой-ой, какой момент! Занервничал Мандрыкин. Второй эпизод. Да, помните, штрафной, когда до мяча не достал. И вот сейчас. Спартак атакует. Спартак все больше и больше наращивает темп своих атак. И Владимир Федотов готов выпустить Максима Калиниченко. Объясняет, какие задачи сейчас должен выполнять этот полузащитник. Очень интересно, вместо кого займет Боря. Да, Моцарта. Моцарта меняет Максим Калиниченко. И давайте посмотрим, тема интереснее. Павлюченко остается на поле. Можно было бы предположить, что... Вы на канале. Футбол сан. Одного из двух своих форвардов. Квинс или Прутникова. Владимир Федотов нет. Павлюченко на поле. Павлючалочка, выручалочка. У Спартака Калиниченко и Титов. И под ними Павлюченко. Какой удар Романа Павлюченко. Атака не закончена. Быстров. Сразу против пятерых соперников удар. И тут уже Рахимович. Браво Роман Павлюченко. И браво Вениамин Мандрыкин. Еще один дальний удар. Но это уже пауза для игроков и той, и другой команды. Какой момент сейчас возник. Торбинский. Снова он. Великолепная передача. Опережает Павлюченко сейчас Алексея Березуцкого. Смотрите, повтор. И Мандрыкин. О котором мы сказали, что может быть не совсем уверенно он себя чувствует. Но в этом моменте спас свою команду. И Павлюченко браво. Не заслуживает Роман того, чтобы отправиться на скамейку запасных. Кому-то уступить свое место в атаке. Грозен. Грозен Роман. Жирков. Тут же отбор. Ну вот завелись. То, чего не было в первом тайме. Спартаковцы сейчас. Есть тут очень активный момент. Опасный выход. Удар. Гол. 1-1. 1-1 Владимир Быстров. Ну к этому шло. К этому шло. Согласитесь со мной, уважаемые болельщики. Даже если вы болельщики ЦСКА. К этому шло. Спартак во втором тайме выглядит, если не на голову, то значительно мобильнее, мощнее армейцев. Армейцев, которые вышли сыграть, ну не на удержание счета, но по счету безусловно. В расчете на контратаки спартаковцы очень мобильны, очень быстры. В отборе действует здорово. И очередной отбор на своей половине поля. Привел сейчас к тому, что мгновенно мяч доставлен в линию атаки. Вывели на ударную позицию Владимира Быстрова. Бросился ему навстречу Вениамин Мандрыкин. Квартарю ЦСКА здесь претензий быть не может. Он сделал все, что и должен был сделать. Вышел навстречу Быстрову. Сократил угол обстрела, но Быстров мяч очень так здорово между ног. Между ног голкипера пробил. И 1-1. 1-1. Место Рамона. Место Рамона выходит Ролан Гусев. Ну здесь либо Гусев сейчас пойдет на правый фланг, а Красич сместится в центр. Либо сам Гусев займет позицию атакующего полузащитника. Посмотрим. Да, сравнивает счет Спартак. И этот гол становится следствием того преимущества, которым красно-белые владели. Ну, по сути, весь все сыгранное время второго тайма. Тем интереснее. 1-1. В свою пользу. Ну и Спартак. Спартак пока на гребне эмоциональной волны. А Жирков прорывается по левому флангу. Будет скидывать центр. Удар! Да. Милош Красич из какого положения промахнулся. Какой мяч в первом тайме забил. Сейчас гораздо более выгодно. Так продолжает атаковать. Павлюченко. Ушел. Ушел. И от Гусева, и от Игнашевича. Скидка на дальний фланг. И удар. Удар быстрого. Хотел Владимир красиво все исполнить. О чем-то успел перекинуться парой слов с мячом, который сам же и подобрал. Но вот, к сожалению, удар не получил. К сожалению, для болельщиков Спартака и, к счастью, для болельщиков ЦСКА. Павлюченко все сделал великолепно. Развернулся мгновенно. Ушел от двух соперников. Навесил на дальний. Вот смотрим повтор. А выражение лица у Быстрого какое. Все силы вложены в этот рывок. Ну и Игнашевич молодец. Вот только сейчас. Гусев на правом фланге. Да, Ролан Гусев действует справа. Красич в центр сместился. Вместо Рамона навес. И едва сейчас не замкнул эту передачу. Вагнер Лав. Передача Гусева с правого фланга. Все очень расчетливо. Ролан не менее опасно, чем Спартак. Вагнер. Какая скидка положения вне игры. Положение вне игры. Жо, конечно, все сделал очень красиво. И Плитикосу обыграл. Но вот сейчас за удар после свистка. Видимо, Жо получит еще и желтую карточку. Да. У армейцев сегодня любопытные предупреждения. Засрыв майки. За удар после свистка. Кудряшов. Калиниченко. Пытался уйти от Игнашевича. Ну и заработал. Заработал Калиниченко своей активностью угловой. И на 79-й минуте. 1-1. Какой второй тайм? Ах, сколько моментов. И игра словно на качелях. То в одну сторону, то в другую. Вот в чью пользу она качнется. И качнется ли еще раз. Времени много. Угловые удары. Спартака больше. Но больше не значит лучше. Ираник скрипит зубами. Была у него возможность сейчас и получше. Мяч сохранил. Идет дальше. Красич на Вагнера. И нарушение правил. Нарушение правил. Пенальти, конечно, не будет. Хотя Вагнер. И еще одна желтая карточка. Показанная Мартину и Ранику. Вагнер тут несколько метров пролетит. Показанная Мартину. И нарушение правил. И нарушение правил. И нарушение линии. Штрафной ЦСКА зарабатывает право на очень и очень опасное. Собака выбежала на поле. Тем временем не видит это. Арбитр жопьет. Попадает в стенку. Еще удар. Мимо ворот. Ну вот. Какие эмоции у болельщиков на трибунах. Дали бы ему возможность так пообщаться с Вагнером. Подержать за руку Шишкина. И так далее. Да, собака ушла сама. Замечательный пёс, видимо, дрессированный. Откуда прибежал, туда и выбежал. В потрибунные помещения. Ну вот. Вот так. Кому же вынес предупреждение Игорь Захаров тем временем ещё одно. Да, но я думаю, что вот эти кадры обойдут все телевизионные кампании, все футбольные программы. СССР «Спартак». Многое мы с вами сегодня увидели, в том числе и четвероногих друзей наших, которым тоже не безразлична судьба этого поединка, судя по всему. А что, может быть, кому-то на удачу Шишкину или Вагнеру появление. А, вот какая. Замечается к атакам вообще на левом фланге. Здесь «Спартаковцы» действуют очень и очень активно. Показывает Игорь Захаров, что не было нарушения правил. Так, и ещё за разговоры одна жёлтая карточка. Максиму Калиниченко. Захаров строг, суров, но, наверное, всё-таки справедлив. Ну, вот теперь Калиниченко точно на жёлтую наговорил. До и после предупреждения. Ну, зацепил, да. Зацепил тут его Игнашевич по ногам. Но всё-таки это основанием для столь... ...бурной тирады, наверное, служить не может в отношении арбитра. Вагнер идёт вперёд. Далеко мяч отпустил. Можно играть. Захаров развёл руки настолько широко, что едва не свёл их уже у себя за спиной. Всё. За исключением одного эпизода, когда был пропущен мяч его команды. И всё. Игорь Захаров даёт свисток в окончании этого поединка. Ничья 1-1. Милош Красич, герой первого тайма, который во втором тайме мог принести своей команде победу, но не попал по воротам из выгодной позиции. 1-1 с таким счётом завершается. С вами был Саныч. До новых встреч. Мы вернёмся для подведения итогов сюда, в Лужники.